Говорят, в борьбе все средства хороши. Но войну, которую по каким-то причинам начали региональные СМИ в отношении депутата областной думы, бывшего главы администрации Балаковского района Ивана Чепрасова, назвать справедливо и сложно. Андрей Геращенко, бывший депутат собраний БМР, отмечает в своем посте в группе типичной Балакова ВКонтакте, цитата, «Почему те, кто молчаливым согласием, либо напротив, активными действиями способствовал продвижению этой фигуры, сегодня вдруг сменили курс на прямо противоположный? Почему СМИ всех уровней сработали вдруг слаженно, как будто хлопнули хлопушкой, и режиссер скомандовал мотор, и началось? Ситуация ведь была давно понятна даже слегка политизированным бабушкам у подъездов. Я догадываюсь, почему и с чем это связано. Интересно, что обо всем этом думают балаковцы». Конец цитаты. Кроме сотни комментариев, под постом – ссылки на публикации, от которых у балаковских журналистов возникло чувство недоумения. Вот одна из них – статья на сайте канала «Саратов-24». Казалось бы, один из ведущих каналов, но какие грубые фактические неточности допускают в статьях о Чепрасове? После рассуждения о работе почты, в которой принял участие господин Чепрасов, журналисты в статье перешли, так сказать, к наступлению. И ладно бы оно было подкреплено фактами. Начнем с того, что, цитата, «факт продажи за бесценок поликлиники в Вольске вскрылся после того, как Чепрасов перебрался в кресло зампреда областной думы». Конец цитаты. Иван Чепрасов был главой Вольского района с 2005 по 2008 год. И неужели никто даже не заметил, что здание было продано? Вольские журналисты говорят, что поднимали этот вопрос еще в те годы. Зато сайт канала рассказывает, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, что здание поликлиники продали за бесценок, за 2 миллиона 300 тысяч рублей. Но на минуточку, когда Иван Чепрасов был главой Вольского района, он не единолично принимал решение о продаже городского имущества. Ведь, как сообщает сайт Вольского муниципального собрания, именно депутаты осуществляют контроль за эффективным управлением муниципальной собственностью, а это 32 человека. Идем дальше по тексту. В Балакове по той же схеме в частные руки перешли школьные стадионы, которые начали застраивать коттеджами. Здесь, судя по всему, намеренно употребляется множественное число, чтобы придать массовость чепрасовским деяниям. Всего на одном поле из трех скандально известных появился коттедж. Поле полдесятых школ, спортивных полдесятых школ уже застраивались. В 21 число направили документы в прокуратуру сразу же, для того, чтобы данная школьная площадка все-таки была оценена в правомерность всех действий и по возможности в рамках законодательства возвращена в муниципальную собственность. То, что касаемо школы номер четыре. Здесь также земельный участок был просто выделен. Видите, что в футбольном поле переведена, произведена использование аккуратно земельного участка по живому застройству. На данный момент объект находится в муниципальной собственности. Школа номер шесть. То же самое был произведен еще в пятнадцатом году разделом земельного участка. На данный момент мы используем также в муниципальной разрешенными пользователями. Мы сейчас внутренними документами, это находится собственность муниципалитета. Мы эти футбольные поля, так называемые футбольные поля, с футбольными полями, да и называемые футбольные поля, значит, меня нет разрешенного использования и возвращаем в учебный процесс. При этом в других своих публикациях этот же сайт указывает, что продано одно поле, а продажу двух других удалось предотвратить. Это же подтверждает и нынешний глава БМР Александр Соловьев. Зачем тогда говорить, что поля перешли в частные руки? Следующая цитата из той же статьи на сайте «Саратов-24». Участок земли на берегу судоходного канала имени Алексеевского тоже был выведен из муниципальной собственности, после чего на указанной земле, предназначенной для размещения общественного пляжа, без разрешения на строительство было возведено строение площадью 8 квадратных метров. Начнем с того, что в Балакове два канала – судоходный и имени Алексеевского. И это разные каналы. О каком идет речь в данном случае? Далее в другой своей статье журналисты «Саратов-24» пишут, цитата, «Уже возбуждено два уголовных дела, одно из-за передачи в частную собственность школьных стадионов, второе из-за застройки элитным жильем общедоступного пляжа на берегу канала имени Алексеевского». Вот так смешать кислое с пресном еще надо умудриться. На берегах канала имени Алексеевского нет ни одного пляжа. Пляжная зона как раз на другом судоходном канале. Если же речь идет о постройке на берегу этого канала турбазы, которую могут перевести в жилой дом, то фактически и по документам это еще не элитная многоэтажка. К тому же застройщик приобрел этот участок в 2008 году. И об этом наш канал подробно рассказывал о своих сюжетах. Эту тему поднимали и другие балаковские СМИ. Следующее утверждение в этой же статье на «Саратов-24» касается проверок питания в школах и детских садах. «Как оказалось, монопольные права на поставку продуктов и приготовление блюд в балаковские школы получила предприниматель, а по совместительству депутат областной думы, член «Единой России» Ольга Болякина. В сфере влияния бизнесвумен, кроме школ, оказались еще и детские сады». Выгодные контракты Ольга Болякина якобы получила, когда Иван Чепрасов возглавлял Балаковский район. Но и здесь одно большое «но». Ольга Болякина не занимается питанием в школах вообще. «Я хочу сказать, что на сегодняшний момент на территории Балаковского муниципального района у нас 40 детских садов. Я осуществляю питание в 20 детских садах. В школьном питании мы не представлены». Почему тогда журналисты «Саратов-24» приклеили ей ярлык монополиста школьного питания, причем сразу в нескольких своих публикациях? Бывает так, что полуправда зачастую является большей ложью, нежели домысел или клевета. «Ответственный журналист не имеет права написать половину правды и проигнорировать вторую половину, если для объективной оценки ситуации необходима вся информация. Следовать фактам – это первое и самое главное правило журналистской этики. Если журналист все же допустил ошибку, он должен сам написать об этом и восстановить истину, не дожидаясь, пока это сделает кто-то другой, как вышло в данном случае. И если в публикациях «Саратов-24» вдруг появится исправление, то мы не обидимся».